Девушки отдыхают Женой Сеней из Токгольм Сегодня пятница И сегодня будет регистрация атлетов на турнир И завтра будет мое выступление Которое будет в 10 часов утра Предварительное судейство В 4 часа дня финала Как я сказал, мы находимся в Швеции Здесь сейчас прекрасная весенняя погода Очень тепло И мы решили перед митингом, перед собранием Прогуляться немного по центру города Для того, чтобы познакомиться поближе с его населением И просто подышать этим свежим прекрасным воздухом Поэтому я хотел бы показать вам немного кадров Из центра Стокгольма Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну что, вот мы добрались и до фитнес-арены Или Голан-арена Как она здесь называется? Или Фрэнс-арена Ну блин, пока мы сюда добрались Честно, чуть не поселил В общем, это огромный стадион Ну как футбольный, только крытый Вот, но не было написано, какой вход И как оказалось, все входы тут вообще напрочь закрыты И ни одного человека не входит, не выходит Мы по два раза обошли круг А представьте, целый стадион обойти по кругу Короче, 40 минут ходили Потом кое-как нашли каких-то местных спортсменов Они тоже не знали, где вход В итоге, как оказалось Это надо было спуститься вообще вниз С этого стадиона И внизу подземный вход Куда заезжают фуры с инвентарем Там маленькая будка стоит В котором выдают такие пропуски Где вход? В общем, честно Такой организации не встречал В общем, сидим, ждем Отдыхаем Ну, как видите, я уселся на арену По всей видимости, с ними на завтра Мы здесь и будем соревноваться Сцена, конечно, очень маленькая Я не знаю Непривычно на такой маленькой сцене На огромном стадионе выступать Ну, посмотрим, как все сложится По крайней мере, можно сейчас влечь Просто полежать А вот и первый про Робин Пау Ну что, ребятки Вот мы и пришли на регистрацию Время 7.30 Оно уже скоро начнется Судьи собирают свои бумажки Смотрят, кому какие номерки раздавать В общем, буквально еще 5 минут И все начнется Смотрите продолжение в следующей серии Смотрите продолжение в следующей серии Ну, в общем, судьи с нами познакомились, мы со всеми тоже познакомились, и нас сейчас поведут по арене, покажут, что где находится. Слава богу, у нас профессионалы и любители, разные комнаты будут, можно спокойно отдыхать, никто не мешает им, это очень важно. Ну, сейчас мы пойдёмся и посмотрим, что из себя представляет экспо здесь, и где мы будем выступать, какая у нас была сцена. Ну, вот нам всё показали, рассказали. Завтра примерно в 11-12 на всех ждут. В общем, устали, если честно, очень сильно, нам по какому-то пакету вручили, но я уже не стал его рассматривать, я буду дома разберу. У нас отель, к сожалению, недалеко находится, ну, как далеко, пару километров пешком, но эти пару километров сейчас идти тяжело. Ну, в общем, сейчас пойдём в отель, покажем вам свой отельчик, посмотрите, как мы живём. Мы, наверное, ляжем спать, и завтра скоро проснёмся, и начнётся загрузка, грим, добраться тогда опять сюда, до места пройдения соревнований, и сами соревнования. Так, ребятки, ну вот мы добрались и до отеля, сейчас принял душ, так устал, скипался немного под прохладной водой, хоть немножко себя пришёл. Ну, кому интересно, расскажу, чем я гружусь. Моя любимая six-pack сумка всегда со мной здесь находится. Сейчас я грузился, пока ехал, вчера. Это в основном изюм был, изюм с мёдом, изюм с вареньем, я и буду грузиться. Вот, и второе, это вот сладости, я уже сегодня гружусь. Вот, а сейчас я гружусь разными вкусняшками, зефирками в шоколаде. Ну, так, перцы, это традиционно. По скалам, палочки сладкие, шоколад, литр с профками. На самом деле, я ем сладкое, мне лучше не становится, как в этом анекдоте, когда я пью пиво, и всё хуже и хуже. Дело в том, что я совсем не пью воду, за два дня я выпил, ну, буквально, может быть, 100-150 мл. Представьте, что вы едите селёдку солёную и не пьёте, и так два дня, сладиковое ощущение может быть. А то, примерно, то же самое, потому что в последний день я ел где-то 50, даже 40 грамм углеводов, перед последний день грамм 60, вот, а сейчас, наоборот, убрал весь белок, только углеводы сладко ем. И реально, херово себя чувствует от этого. Кстати, час назад я был в Бикмаке и съел большой бургер какой-то, не знаю, как называется, Техас-бургер, здесь есть такой. Вот. В общем, самочувствие так себе, если вам на видео кажется, что я как даун себя веду и подтупливаю, только по той причине, что у меня мозги сейчас практически не работают из-за этого. Когда соревнование закончится, я, наконец-то, попью воды, съем мороженку, и тогда меня отпустит, и тогда я вновь превращусь в нормального человека. Вот. Но это будет завтра, а пока я сейчас поем еще сладкого, выпьем Ригу Лакс на ночь, с утра встану, схожу в туалет, и мы начнем наносить грим, и потом уже поедем на соревнования. И мы посмотрим, какую форму я сделал за 3 месяца своей подготовки к этим соревнованиям. Так что, пожелайте мне удачи завтра, я выложусь на все 100. Ребятки, доброе утро. Мы проснулись целых 6 часов, я поспал, крепкого сна. Это значит, мой организм чувствует себя в порядке. Вот, сейчас пойдем на завтрак, но я кушать совсем не буду, выпьем одно кофе, просто для того, чтобы проснуться, взбодриться. Вот, Ксюха покушает пока. Я на нее посмотрю, поулыбаюсь. Ну, а после этого мы начнем потихонечку наносить грим и готовиться к выходу. Да, сегодня тот самый день, которому я шел 3 месяца. Есть, конечно, небольшое волнение, мандраж. Но, в принципе, дело это уже привычное, потому что мы уже, не знаю, там, 25-й старт в карьере. Ну, вот, поэтому уже все понакатано идет. Но, тем не менее, каждый раз это новые соревнования, новые эмоции, новые чувства. И этими чувствами я буду делиться с вами. Пойдемте заставить. Субтитры сделал DimaTorzok Загруз продолжается. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, в общем, пока... Аж прям напампился весь. Да, я еще сейчас перед соревнованиями непосредственно запамплюсь, так-то я сейчас еще без пампа. В общем, как-то форма так. Сидим, отдыхаем. И через 2 часа выезжаем уже на соревнования. Ну, что, ребятки, час икс пробил. Время выдвигаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот мы пришли в комнату нашу. Еще никого нет. Я первый здесь оказался. Видите, уже здесь позаботились о нас. То есть, наших нам тут поставили. Так, почему-то воды нигде нет. Ну, единственное, проблема. Потом у меня снялся, что попить. Ну, в общем, можно пока сесть и отдыхать. Ну, пока соревнования не начались, у нас еще где-то полчаса от часа лежать не люблю, просто без дела. Поэтому давайте прогуляемся по экспонам, потому что здесь не очень большое. Размером всего лишь с один стадион после FIBA. Это, конечно, вообще ничего. Но, тем не менее, пойдемте, посмотрим, чем богат шведская FIBA. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, ребятки, вот мы пришли на ЛИНК. Я рад, что этот стенд, наш стенд на всех выставках всегда присутствует. И приятно, что ребята сказали, они придут обязательно меня поддержать с этим стендом, когда я буду соревноваться. Вот, здесь, конечно, стенд уже не такой большой, как на FIBA, но это тоже стенд, который они привозят в Москву, по-моему. Поэтому он на Power Pro Show в этом году, на FIBA на Power Pro Show. Олимп тоже будет с этим стендом, я буду тоже там работать. Поэтому, кто хочет со мной пообщаться, обязательно мы это сделаем на Power Pro Show. О, он будет в октябре этого года. Ну, в принципе, здесь вот так всегда. Кстати, здесь народ по технику подтягивается, люди все больше и больше, думаю, сейчас я себя через глаз здесь уже будет запито все. Потому что, сейчас только самое утро, уже людей так многовато здесь. Ну, мы еще пока прогуляемся, посмотрим, что здесь есть интересное. Вы любите фильм или сериал «Игра престолов» так же, как я люблю его я? Тогда вы узнаете этого актера, который стоит позади меня. Это Харфорн Бьернстром, тот человек, который играл в гору. Ну что, вот уже 20-минутная примерно готовность. Начинаем пампиться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну в общем, не даром этих двух ребят встретились здесь на лимузине Дали им отдельные номера, отдельные комнаты для того, чтобы они отдыхали Забавно все это, конечно, получается, но вот вся суть этого не объективного вида спорта Ничего не буду говорить, посмотрим в итоге, какое место будет Но в принципе уже примерно все понятно Пойду с горя съем какой-нибудь бургер Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хоть поем Выпью немножко Думаю немножко Кадров оттуда мы еще вам покажем Ну вот мы здесь приехали Ну вот мы зашли на автобаке Здесь ресторанчик такой вверху, но как-то скукопротища, и кто-то наливает кислятину какую-то, типа шампанского. Народу пока мало, не знаю, может, это еще потянется. Но, если честно, уже не хочется здесь сидеть. Пойдет шилотель, скупается, мы усилием эту грязь, этот грим, да лягу спали. Завтра перетичит свой день, мы улетаем поздно вечером. Об этом, я думаю, у нас завтра будет прекрасное время для того, чтобы поближе познакомиться с Торгольмом. Мы очень любим садиться на автобусы такие, знаете, пасы двухэтажные. И целый день по городу катаешься, выходишь, где хочешь, заходишь, возвращаешься. Там билет на целый день у тебя. Поэтому мы, наверное, пойдем сейчас, выспимся наконец-то, скупаемся. И завтра еще целый день прогуляемся по городу, и вечером в 10 у нас вылет уже обратно. Ну что, наконец-то, полноценный первый завтрак. И, конечно же, он изобилует продуктами. Это, во-первых, конечно, омлет, сосиски. То, что я не ел уже полгода, наверное, если не больше. Здесь йогурт с гранолой. Мне очень нравится. Фрукты, дыня, ананас. Вот такие шоты с йогуртами. Бутерброд с паштетом. Я сделал немножко сладостей. И кофе. Ну так, немного, но, тем не менее, все то, о чем я давно хотел и мечтал. Но, на самом деле, самое главное, что я хочу, это блинчики с творогом и с сгущенкой. Их я тоже дома попробую. Ну, а сегодня много планов у нас. Сегодня, вообще, с раннее утро, сейчас где-то 6.30 местного времени. Самолет у нас 8.30, поэтому у нас 14 часов еще впереди. Я уже присмотрел план, что мы будем делать. Есть такие автобусы, Хопон Купов называются. В Москве они уже тоже появились пару лет назад. Такой открытый автобус, двухэтажный. И ты покупаешь билет на целый день и катаешься. По всему городу. И там, где есть наушники, здесь есть и на русском языке. Слушаешь историю города, историю культуры. Ну, и вообще, разную полезную информацию. И достаточно можно неплохо провести много времени. И убить на это и потратить целый день. Вот, поэтому, сейчас мы позавтракаем, соберемся. И поедем в центр. Сдадим вещи, наверное, на станции в багаж. И уже налегке погуляем. И увидим все красоты уже Стокгольма. Но не мой вкус. Нет, но я не будуzel. Ждем Ждем автобуса Потому что идти далеко Километр полтора-два А с чемоданом она тяжело идти Ты откуда Вася такой взялся? Вася приехал Из Москвы Вася приехал Вася странствует по Европам, по захоронцам Всяким разным Получая с автостопом поедем До ЖД вокзала От ЖД вокзала до Центральной Стрещины поедем Центральной Стрещины погуляю немного Вечером с Центральной Стрещины мы Поедем на Авиавокзал, там самолеты Нас в Москву возьмут И Москва, Москва далеко-далеко Мы будем лететь, лететь и приземлиться в Москва Москва это дом наш Котофейка ждет Котофейка, КТ, такой усатый, полосатый Такой мур-мур-мур говорит По ночам приходит и мур-мур-мур Ложится, ему надо гладить И обидится Такая у нас КТ живет Вот мы по нему скучаем сейчас Поэтому полетим домой скоро КТ мы не можем над Долго оставлять и вот так вот Вот мы добрались и до пригородной электрички Хоть здесь расстояния небольшие Но здесь на электричках даже На пригородных передвигаются Урик сдал наша станция И через раз, два Через две станции На третий Стокгольм-центр Центральная станция Самый центр Стокгольма Откуда мы Непосредственно Начнем наше путешествие Сегодня Здесь классные поезда Ходят, сейчас мы ему покажем Что мы добрались до Central Station До вокзала Все очень удобно Можно оставить багаж Такой электронный сейф На сутки Есть Так, АУ 08 Давайте попробуем его сдать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, гуляя по многим европейским столицам Понимаешь, что Нам бы побольше парков зеленых Когда можно просто так же прикинь Сесть спокойно на лужайку Тебя никто не гоняет Собаки здесь не бегают Какашки И не бросают своих Люди пришли с сумочками С корзиночками Достали бутербродики Взяли кока-колу Пьют, кушают Загорают Отдыхают И это просто парк В центре города Любой желающий Может сюда прийти И просто полежать И позагорать И отдохнуть Сейчас, кстати, 8 мая В Москве еще не так тепло Здесь уже люди загорают Хотя Стокгольм, конечно, находится Гораздо севернее, чем Москва Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот мы в аэропорту Прошли контроль Наконец-то Я уже устал Хочу домой Реально Если честно Такое впервые Я уже Сколько путешествую Никогда не люблю Уезжать из этих стран Потому что мне нравится Бывать за границей Но что-то я так устал Здесь, в Стокгольме Рвусь домой Просто хочу Поехать домой В Москву Как раз мы прилетим Сегодня вечером Сегодня 8 мая Завтра 9 мая Праздник Победы Кстати Скоро выйдет видео С Джессоном Постоном Он там поздравил Всех россиян С этим днем С Днем Победы С 9 мая Очень прикольно Было слышать Ну а мы Сейчас дойдем Сядем Я хоть перекушу немного И надеюсь Что через полтора часа Мы сядем с самолетом И полегим домой Вот так вот Ну и сейчас Когда мы уже сядем Расскажу В общем О своем визите На этот турнир И своем отношении К нему Ну что друзья Вот мы уже в аэропорту Сидим Ждем наш вылет Есть 5 минут Для того Чтобы поделиться Общим впечатлением У моей поездки Впечатления следующие Первое На самом деле Я вообще Наверное Пожалел Что я сюда приехал Потому что Как-то изначально Все не складывалось С нами должен был Поехать оператор Я ему купил билеты Поплатил гостиницу И так случилось Что его не выпустили Границу не прошел Вот Потом Какие-то косяки Начались с дороги То есть Мы не туда приехали Там заблудились Не туда пошли Нас Когда пошли на регистрацию Блядь Целый час ходили Не могли найти Где вход В этот огромный стадион А как он оказался Он был в подземный вход Где-то Вот В общем Все как-то изначально Не складывалось И в итоге Привело к тому Что я достаточно Неудачно выступил Как я считаю Все-таки Предпоследней Шестой из семи Это Неудачный для меня Результат Вот Но Я не переживаю Никого Ни в коем случае Не обвиняю Раз такое место Значит такое место Я заслужил Я абсолютно не понял Как они расставили места Дело в том Что Сейт Который занял Первое место Он весил Примерно 82-83 килограмма А Рубин Балах Который стал Второй Он весил 97 килограмм Он меня сам Об этом спросил Вот И Разница в 15 килограмм Между первым И вторым местом Вы понимаете Что это не бодибюдинг Это мансфизик Первое Второе Третье место Обычно очень похожие Ребята По комплекции По форме Можно например Поставить Самых больших Первое Второе Третье место Либо самых маленьких Доведенных Недоведенных То есть люди должны быть похожи Друг на друга А то абсолютно Два разных Огромный Массивный Рубин Балах Бенгер Сухой Рельефный С сеченой спиной И рядом с ним На первом месте Джефф Сейт Который весит на 15 килограмм Меньше Ставят хотя бы одинаковых Людей вместе Поэтому я и показал Большие пальцы вниз Я искренне уважаю Всех участников Потому что каждый готовится Каждый сам выбирает Если бы мне например Сказали что нужно Быть недоведенным Я бы конечно тоже Не довелся например И выступал Но это Как бы если знаешь Что делаешь правильно У меня сейчас нет понимания Вообще никакого Как мне в итоге готовиться Не доводиться И не набирать массу Либо наоборот Стать еще больше И более жестким Все вы знаете Что скоро я буду Участвовать на Олимпии Это будет примерно через Сейчас май Восьмое мая Олимпия 15 сентября Июнь Июль Август Сентябрь Осталось в принципе Четыре месяца И уже примерно Через месяц полтора Я потихоньку Начну готовиться Уже к Олимпии Буду правда смотреть Сейчас как другие ребята Выступают Какие они формы Выставляют Какие ребята Занимают первыми странами Для того чтобы Более скажем так Общее у меня представление Сложилось Как же в итоге Какую форму они делают Но сегодня мы успели Немножко прогуляться По Стокгольму Ближе познакомиться С этим чудесным городом Очень похож на остальные Скандинавские столицы На столицу Дании Копенгаген На другую столицу Осло На Осло Да На столицу Норвегии Вот Мы там тоже были Смотрели Вот Нам повезло Что здесь была прекрасная погода Где-то примерно Плюс 20-22 Прям супер Теплый ветерок И мы погуляли На лодке покатались Вот Но это все как бы Общая такая информация Я же хочу поблагодарить вас За то что вы посмотрели Это видео За то что вы болеете Поддерживаете меня Переживаете за меня Я действительно стараюсь Я делаю форму Я делаю максимум Возможно что я могу Но иногда действительно Бывает непонимание Что же от меня требуется Как им мне нужно стать Чтобы судьи Оценили меня максимально высоко Мне бы очень хотелось Чтобы я как русский атлет Радовал нас россиян И радовал своих болельщиков Яркими и успешными победами Но надеюсь Они еще у меня впереди И мне хочется верить Что их вы мне и желаете Спасибо что посмотрели Это видео Напоминаю Это было видео О моем турнире В Стокгольме Не забывайте Ставить этому видео Лайк Мне будет очень приятно Пишите комментарии Что вы подумаете По этому поводу Ну и подписывайтесь На мой канал Спасибо всем ребята Еще раз Денис Гусев Из Стокгольма Всем привет Ну что друзья Пока мы полетем домой